Нашла. Тонкая копия вышла, она постоянно говорит и руками мажет. Хорошо. Защищаемый физический биоробот с защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Зоне в защитный скафандр на время работы с тонкими телами и вместе с тонкой копией Зоне поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Зоне. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке. Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Она не видит нас. Она продолжает говорить. У нее стеклянные глаза. Видно что-нибудь визуально? Нет, глаза стеклянные. Она говорит и мажет. Ничего не видно. Хорошо. Глаза, скорее всего, это конструкция. На глазах стоит. Скэнер, просканируй. Подсвети мне красным цветом, где стоит невидимая оболочка. У меня это лицо. Глаза, рот. Хорошо. Скэнер, просканируй сейчас голову и отключи эту конструкцию на голове вместе со всеми сопутствующими чипами, датчиками, имплантами и конвекторами. Выведи это из биополя и отправляя в клетку-тюрьму, как это выходит. Пошел процесс. Она выжила, эта конструкция? Да. И Занэ, она как замерла. Занэ, вы меня слышите, видите? А, она кочнулась, видит, да? Вы находитесь на чистке. Вы нас попросили о своей чистке. Нам нужно ваше разрешение на диагностику и чистку. Он говорит, кажется, я сплю. Занэ, вы обратились второй раз на чистку. Если вы не дадите нам разрешение, мы вернем вас назад в ваше биополе. Мы не имеем права работать без вашего разрешения. Вы обратились к нам за чисткой, за встречей с куратором, своей квартирой и так далее. Поэтому нам нужно от вас разрешение. Кивает, говорит, продолжайте. Хорошо. Даю команду на счет 3. Скэнер сканирует пространство над головой Занэ, под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует систем тонких тел Занэ, находит все. У меня гуманоид. Гуманоид. Хорошо. Синий дракон. Синий дракон. Инкуб. Инкуб. Синий джин. Синий джин. И демон. Какой демон? Четырнадцатый. Четырнадцатый герцовый демон. Хорошо. Откуда гуманоид? Серьезно. Что ты делаешь в этом биополе со своей конструкцией? Манипулирую. Сколько ты находишься в этом биополе? Манипулятор. Семь лет. Копии делал? Частички души отщипывал? Было дело. Скэнер дай мне полниту души Занэ на настоящий момент. Девяносто восемь процентов. Два процента. Не хватает. Хорошо. Синий дракон. Какие цифры? 37-11. Синий дракон. Ты работаешь с гуманоидом? Нет. Он с сердечной чакрой. Сколько ты находишься в этом биополе? Интересуется ее развитием, обучением. Три года. Я знаю их интерес к развитию, который заканчивается всегда воровством энергии, ложной информацией и иллюзией. Сколько Инкуб находится в этом биополе? Четыре года. Хорошо. Инкуб, как ты влиял на то, что она до сих пор не может найти себе нормального партнера, мужчину? Ты всех отпугивал? Он не может говорить за всех. Он последние четыре года с ней. Я за последние четыре года и спрашиваю. Да, он закрывал ее. Хорошо. Как люди воспринимали мужчины? Что они видели? Гуманоид показал. Много говорит. Я сейчас не понял, что показал Гуманоид? Он, видимо, имеет в виду, когда мы ее достали, она как будто говорила и руками махала. Так ее и видят, что она много очень. Ее много. Вот это он. Ее много. Хорошо, Зане. Вот вам причина этого одиночества. Синий Джин. Проблема финансовая. Дел. Сколько ты находишься в этом биополе и какой у нас Джин, Вера? 28-36. Итак, Синий Джин, что ты делаешь в этом биополе и сколько ты здесь находишься? 5 лет. Хорошо. И 14-ти герцовый демон. Сколько ты находишься в этом биополе? Два года. Два года. У кого есть контракт с Зане на пребывание в этом биополе? Ни у кого. Хорошо. Начинаем сейчас с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вам еще вопросы. Вы будете на них отвечать. Даю команду тонкой копии Зане спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным позитивным мыслеформам. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Зане. С силой потоки в 50 раз. Кто из присутствующих находится еще в квартире, где живет Зане? Они все там находятся. Джин. Инкуб тоже? Нет. Джин. Да. Демон. Да. Команоид оплаты. Синий дракон оплаты. Все кроменку бы получать. Понятно. Дракон, который ему было интересно, установил еще и платы. Не знаю, дракон. Посмотрим, что с тобой сегодня делать. Реверс окончился. Хорошо. Устанавливаем фильтр с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Зане забираясь в чистую светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная чистая. Один, два, три. Усилив потоки в 50 раз и забирая из конструкции все, что находится на ее частоте мощным потоком пошло назад. Готово. Хорошо. Скеннер, дай мне полноту души на настоящий момент. Сто процентов. Сто процентов. Хорошо. Идем дальше. Начинаем с вытаскивания. Демон, есть лярвы в биополе Зане? Да, они живота. И еще где? Горда. Хорошо. Хочешь их получить? Хочет. Выходи сначала, вытаскивай все свое, что ты оставил в этом биополе. На месте доложи, что ты все снял. Я дам отдельную команду. Приступай. На ногах как сетки у него он снимает. Готово. Разрешай тебе забрать лярвы, забирай все, ничего не забывая, возвращайся назад. Забрал. Идем дальше. Синий Джин, выходить тебе не надо, собирай всю свою пыль, отключайся полностью, все подключки вытаскивай, ничего не забывая, приступай. Он втягиваю свою пыль, готово. Инкуб, выходи, снимай все свои подключки, накидку, все остальное, отключайся, возвращайся назад, приступай. Готово. Готово. Синий Дракон, выходи, снимай, вытаскивай свои платы, отключайся полностью, возвращайся назад, приступай. Есть. Скэнер просканируй сейчас Занэ на чистоте конструкции гуманоида Сириуса, осталось ли что-то незамеченное, что мы еще не вытащили, чипы, датчики и так далее. Как находишь, выводи это из биополя. Вытащили. Все вытащили. Хорошо, идем дальше. Все все убрали, даю команду на рассинхронизацию Занэ с гуманоидом, его конструкцией, синим драконом и его платами, инкубом, синим джином и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белый свет Занэ, этим светом она выдавливает из себя все негативное патогенное низкоабрационное чужеродное, находящееся в ее биополе. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть шар. Открывая воронку в галактическое ядро, под ним он уходит на переработку. Закрываю, печатаю, растворяю и даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Честно. Подхожу к Занэ, помогаемая энергия отстегнуть ей все каналы. Значит, три, один, два, три, удар. Отлетают каналы, отстегивается, открывая воронку в галактическое ядро, канал улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Демон, хочешь получить эмоциональный фантом? Хочет. Мне нужна информация тогда по первопричинам. Я буду перечислять частоты, назовешь мне несколько, что является первой причиной. Выходит эмоциональный фантом Занэ, проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкоабрационные эмоциональные. Это низкоабрационная и резисгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. На серые клубы вышел фантом. Хорошо. Занэ эти энергии вы сами сгенерировали. Здесь вам никто не мешал, вы готовы от них отказаться? Готово. Сворачивай энергии в шар. Забираешь демон? Да. Отправляю демону. Слушаю тебя. Что тут говорить? Первая причина. Пару причин еще все вытекает. Страх, неуверенность. Злость. Не может она как первый шаг сделать. Нет, он показывает, что страх любых мастей. Нерешимость. Да, нерешимость какая-то. От нее как ком собирается все остальное. Оно как магнит притягивает остальные. Мне этой информации достаточно. Занэ задумайтесь над своей реакцией, страх и так далее. Это все тормозит любое ваше развитие и находится на частоте демона. Это как раз его частоты. Хорошо. Сейчас я отправляю демона и джина в квартиру. Собирайте все, что вы там оставили. Демон, ты один там или там бес или черт есть? Один. Хорошо. Значит, тогда покажешь мне все порталы, я их закрою и соберу тебе еще в дорогу весь негатив перед тем, как отправлю. Устраивает? Устраивает. Хорошо. Открывается канал, портал в квартиру Занэ 1, 2, 3 и демон с джином уходит в этот портал, собирает все, что оставили там. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инкуб, ты больше не придешь в это биополе, я надеюсь тебе понятно. Понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте инкуба, забирает все, что принес, уходит на свою частоту, закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Лия, прошу тебя выйти со мной на связь. Слушаю. У меня здесь гуманоид Сириуса с конструкцией, которая на голове стояла 7 лет, 2% души мы вернули. И еще стоит у меня здесь 3711 синий дракон, 3 года сидел. Кто тебя из них интересует? Гуманоида забираем. Хорошо. Конструкция не нужна? Нет. Под конструкцией открывай воронку в галактическое ядро и эта конструкция уходит на переработку, закрывай, опечатывай, растворяй. Синий дракон, я открываю тебе сейчас портал в квартиру, ты собираешь, снимаешь все свои платы, дожидаешься меня, я проверяю и отпускаю в первый раз. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Зоне, синий дракон уходит в этот портал, закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Забрали его? Гуманоиды забрали, да. Хорошо, поехали дальше, поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо Зоне, мы закончили вашу чистку, как вы себя чувствуете сейчас? Свечусь и скрюсь изнутри, прекрасно себя чувствую. Отлично. Сейчас у нас остались 10 вопросов к вашему куратору и мы будем приглашать его в нашу комнату диагностики. И... Я делаю запрос в энергоинформационном поле и приглашаю в эту комнату диагностики прийти куратор или учителя Зоне. Это мужчина. Снимаются маски и голограммы. Фантом предстоит перед тобой впервые в данном виде согласно своему эфирному коду ДНК. Мы приветствуем куратора или учителя Зоне. Представьтесь, пожалуйста, как нам к вам обращаться. Великолепная атмосфера и я приветствую вас, всех находящихся в этой комнате. Приветствую. Зовите меня Албин. Албин. Приветствуем вас, уважаемый Албин. Вы куратор или учитель? Я куратор. Меня зовут Влад, это Вера. Мы сегодня проводили чистку вашей подопечной, убрали все, что ей там мешало. И сейчас у нас остались 10 вопросов. Если вы позволите, я могу начать с первого вопроса. Да, я позволю. Пожалуйста, говори. Первый вопрос. Как я могу связаться с вами, куратор? Связаться со мной просто и сложно в то же время. Я связываю с тобой знаками. Ты же связываешься со мной своей интуицией, вниманием, внутренним сознанием, в медитации или же пониманием моих знаков. Здесь немножко трудно ответить, так как должна быть установлена причина связи. Если это короткий вопрос и короткий ответ, тогда это интуиция и знаки. Кажется, я ответила на этот вопрос. Я благодарю вас, уважаемый Албин. Второй вопрос. Откуда моя душа и как выглядит дом моей души? Твоя душа ангельская. Описать дом твоей души будет нелегко. Я опишу энергии. Там чистые, светлые энергии. Очень легкие, радостные. На уровне твоей души много общения и обучения, а также отдыха и созидания. Благодарю. Благодарю вас, Албин. Следующий вопрос третий. Какой опыт я пришла получить на Земле? Опыт отдачи. Твоя задача светить и отдавать, нести свет. Но это еще не все. Нести свой свет ты должна в любой ситуации, в любом настроении и промежутке жизни. Не падать в негатив, а всегда находить позитивную нотку, чтобы жить и светить. Благодарю. Благодарю вас. Четвертый вопрос. Каков уровень моего высшего я? Десять. Уровень твоего высшего я десять. Так же, как и ангельский. Ангельский уровень тоже десятый. Да. Благодарю вас. Идем дальше. Если вы здесь закончили. Закончил. Пятый вопрос. Каковы мои основные текущие ограничения мышления или ограничивающие шаблоны, которые мешают моему прогрессу? Скажи честно, их много. Ты работаешь над собой, но вся твоя работа заключается к рутине и одинаковым реакциям. А когда одинаковые реакции, это и есть рутина и определенный поток. Чтобы выйти из этого, нужно поменяться самой изнутри. Очень поможет позитив. Как я уже сказала раньше, реагируй позитивно, с юмором или же нейтрально. Не надо принимать близко к сердцу и реагировать эмоциями. Эмоциональность не приведет к хорошему результату и правильному потоку. Нейтральность – это самое правильное направление, которое остановит тебя от моральных затрат, соответственно, потери энергии. Благодарю. Благодарю вас. Шестой вопрос. Какой ваш лучший совет для моего роста прямо сейчас? Для роста души. Я правильно понимаю. Я полагаю, да. Для роста души не нужна спешка. Для роста души нужно созидание. Остановиться. Посмотреть вокруг себя. Прислушаться к внутреннему состоянию. И найти позитив в любых своих прожитых днях. Разрешить себе право делать ошибки и учиться на них. Простить себя за все уже произведенные ошибки. И идти дальше с опытом, наработанным, принятым, полученным. Благодарю. Благодарю вас. Седьмой вопрос. Какие мои таланты я не ценю? Я бы хотела объяснить это. Я постараюсь. Ты тратишь много времени на проработку и изучение себя. Но в твоей душе постоянно остается осадок, что ты делаешь мало. И нет изменений ситуации и положения. Это все тормозит твое развитие. Как я уже сказал, тебе нужно остановиться и принять, посмотреть на прожитый опыт, улыбнуться и идти дальше. Не винить себя и не требовать от себя каких-то определенных дел или решений задач. Любить себя, брать и советоваться своей внутренней частью или же душой. Благодарю. Благодарю вас. Восьмой вопрос. Как вы прокомментируете мой прогресс в росте на данный момент? Это то, о чем я говорил. Тебе не нужен мой комментарий. Я вижу твой рост, но твой рост должна видеть ты сама. А у тебя постоянное сомнение и, я бы сказал, самобичевание. От этого твой рост теряет свою ценность. Поэтому принятие и внутренняя любовь дают гармонию и баланс. Благодарю. Благодарю вас. Девятый вопрос. Почему моя работа в частной практике не увеличивается? Работаю с детьми в Монте-Сори классах. Потому что твой внутренний баланс нарушен. Твоя внутренняя гармония и неуравновешенность видна со стороны. Она несет определенные энергии хаотичности. Только внутренний стержень, внутренняя уверенность и искреннее желание привлекут больше чистых душ и других оппонентов на твоей чистой энергии. Благодарю. Благодарю вас. Последний, десятый вопрос. Что мне нужно сделать, чтобы создать гармоничное партнерство во взаимоотношениях с мужчиной? В первую очередь перескать, искать, а сосредоточиться на внутренней гармонии. Как только наступит внутренняя гармония и баланс, другой свет и другие энергии и вибрации пойдут от тебя. Эти вибрации поднимут тебя на другой вибрационный уровень, где ты сможешь вибрировать с понятными тебе вибрациями. Таким образом, по вибрациям притянется правильный человек или душа. Твоя главная задача – найти свой внутренний стержень и свою внутреннюю гармонию. Только так ты сможешь быть цельной и гармоничной. Только так ты можешь привлечь партнерство и все свои желаемые результаты. Благодарю. Благодарю вас, уважаемый куратор Алвин. Вопросов больше не осталось. Если вы хотите сейчас активировать ее стержень ангельские, это был бы, возможно, самый лучший момент. Прекрасный момент. Дай мне, пожалуйста, твои ладони. Я бы хотел соприкоснуться и подарить тебе ангельские вибрации и энергии, чтобы ты прочувствовала их и поняла гармоничных своих внутренних энергий и ангельского стержня, стержня твоей души. Эти искры и чистой энергии наполняют тебя, переливаясь из одной чакры в другую, расширяясь и неся свет в этот мир. Стержень активирован. Благодарю. Благодарю вас, Алвин. Вопросов больше не осталось. Остался маленький нюанс. В этой комнате диагностики есть очень добрая традиция, которую отлично знают в ангельском мире. Каждому куратору, каждому учителю, который к нам сюда приходит, мы всегда делаем один определенный подарок. Верочка, в твоих руках появляется большая корзинка с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые есть на земле. Один, два, три. Мы спрашиваем разрешение уважаемого куратора Алвина, будет ли он так любезен принять этот скромный подарок. В знак благодарности за его ответы, за его визит и помощь своей подопечной. Просто на доброе воспоминание. Великолепный подарок. Благодарим вас. Нам очень приятно, что вам понравилось. Передавайте, пожалуйста, привет ангельскому миру от нас. Мы будем рады всем кураторам, которые достучатся до своих подопечных. Со своей стороны мы готовы убрать преграды на их пути, открыть эти двери, в которые они дальше пойдут уже сами. Это прекрасное напутствие. Я непременно буду рассказывать о своем прекрасном опыте общения с моим другом в ангельском кругу. Кроме того, мы не прощаемся никогда. Мы говорим до скорых встреч, возможно, на каком-то этапе своего развития. Ваша подопечная Занэ захочет познакомиться со своим высшим я, задать ему вопросы свои. В этом случае мы всегда приглашаем куратора и вместе с ним поднимаемся на уровень высшего я. Если такой момент наступит. Красно, но я еще раз говорю, Занэ, это мой друг. Мне это приятнее, чем называть ее подопечная. Мы знаем, что ангелов называется друг, поэтому воспринимайте это как друг. Хорошо, договорились. Благодарю вас за эту встречу. Благодарю вас, уважаемый Албин. Всего наилучшего. До скорых встреч. И рассихронизируйся, Верочка. Готово. Хорошо, Занэ, мы закончили встречу с вашим куратором. Вы получили все ответы на свои вопросы. Я немножко в шоковом состоянии. Мои энергии активированы. И я изнутри лучу, излучаю и веркаю. Отлично. Все ответы я буду обдумывать и действовать. Благодарю вас за эту встречу. Во благо. Сейчас мы будем возвращать вас назад в вашу систему Биоробот Душа. И сразу перейдем к чистке вашей квартиры и кошки.